Девушки отдыхают 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 Асия, что ты здесь делаешь? Где твой муж? Пришла погостить у бывшего мужа в первый день замужества? Пожалуйста, начинается. Слушай, Зафар, Ильяс говорит, что мальчик останется здесь. А Асия, естественно, не может бросить сына. Вот мы и сидим тут все вместе. Это что-то наподобие сидячей забастовки. Понимаешь? Послушай, господин Ильяс. Право опеки и заботы над этим ребенком и все остальное у его матери. Ты не можешь так запросто удерживать их. Правда? Да. Я тебе покажу, как я удерживаю их. Брат, не вмешивайся в это дело. Ладно? Ты надо мной издеваешься? Что значит не вмешивайся? Ты замужем, Асия? Замужем! Зафар, не продолжай. Ты пришел увидеть свою девушку? Пожалуйста. А в это дело не вмешивайся. Вот как? Да. Зафар, умоляю. Поезжай домой. Они сами разберутся. Оставь их. Я прошу тебя. Пожалуйста. Проснулся. Хорошо, я уеду. Но знай, что тебе это так просто с рук не сойдет, господин Ильяс. Давай, давай, до свидания. Пока. Увидимся. Пока. Ближайшие 48 часов, которые пациентка должна провести в реанимации, будут самыми критическими и тяжелыми, госпожа Суна. Вы тоже должны отдохнуть. Если пациентка выживет, ей потребуется ваша поддержка. Что значит, если выживет? Я вам все откровенно объяснил. Судя по ситуации, мы должны быть готовыми ко всему. Мы сделали все, что от нас зависело. Будем ждать. Пусть все обойдется. Что это такое? Что у вас происходит на ночь глядя? Ассия, что ты здесь делаешь? Ты же вышла замуж. Так Ильяс сказал. Мама, если ты скажешь еще хоть слово, будут проблемы. Предупреждаю. Хорошо, ладно. Но, сынок, если тебя интересует собственная жена... Нет. Она может не дожить до утра. Врачи никак нас не обнадеживают. К тому же операция длилась 15 часов. Она же больной притворялась. Ассия, теперь все иначе. Она попала в автокатастрофу. Сама себе накаркала, правда, Ассия? Как насмешка. Вы что, подшучиваете надо мной? Очень смешно. Смейтесь, смейтесь. А бедняжка сражается со смертью. Я остолбенел, Тахир. Я опешил. Ассия зашла в дом. А я остался. Ничего не смог поделать. Я жил в постоянном страхе, что Ильяс однажды отнимет их. И вот, наконец, это случилось. Они были как весна, которая вдруг пришла в мою жизнь. Но теперь их нет. Он отец ее ребенка. Естественно, он будет приходить и видеться с ним. Но он поступил так из ревности, ты же знаешь. Ассия завтра образумит его. Она пошла у Ильяса на поводу, чтобы не сталкивать вас лбами. Послушай, Ассия обязательно настоит на своем. Я ее прекрасно знаю. Она до сих пор любит Ильяса. Мне пора идти. Нет, не уходи. Куда ты пойдешь? Погода отвратительная. Оставайся здесь. Что за день? Поскорее бы закончилась эта ночь и настал новый день. Чтобы этой ночью окалели все любимые и любящие. Честное слово. Правда? Это ненормально, что эта женщина вчера приехала на том огромном мотоцикле. Хелин сама по себе ненормальная. Она не была приглашена на свадьбу. Я забыл, но наши ребята наверняка пригласили ее. К тому же в нашем сообществе никто приглашения не ждет. Народ сильно не напрягается. То есть это все мое воображение? У тебя ничего нет с этой тетушкой? Так? Ну, конечно, нет. Она на прошлой неделе на меня разозлилась. И забрала мой мотоцикл. Ну, а потом, конечно, поняла свою ошибку. Решила прийти на нашу свадьбу и попросить... Решила прийти на нашу свадьбу. Так. lol Решила прийти на нашей выходе на швы. И сказал, что эта женщина entity может отправиться в холмы. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Боже мой! Все тело ноет! Какой ужас! Надо же! Невероятно! Кошмар! Осман! Ты заметил? Это первая ночь, которую мы вместе провели Да уж! Но что за ночь, Айча! Что за ночь! У меня все тело болит от счастья Такая была счастливая и восхитительная ночь Пойдем куда-нибудь позавтракать? Я и сегодня Отпрошусь с работы Я не могу идти в таком виде? Может, поищем дом? Мы что, всегда будем спать в машине? Сию минуту! Еще есть пожелания? А что? Аднанджи прогнал тебя? Тебе негде жить Сколько бы мы выдержали в отеле? Давай арендуем дом и спокойно заживем Айча, я бы всего мог ожидать Но никак не мог подумать Что ты вдруг навяжешься на мою голову Честное слово Есть возражения? Осторожно, ради всего святого Пошли! Пойдем Куда вы? Я приготовлю Мехмеду еду, если разрешишь Да, я поставлю чай Вместе позавтракаем Чего ты усмехаешься? Так смешно? Немного Мы теперь постоянно будем жить бок о бок Похоже на то Идем Давайте, господа, завтра готов, прошу Джемшит! Зять! Что моя сестра делает в доме бывшего мужа? Я не понимаю, в чем дело Зачем ты бросилась Ея в доме Ильяса? Объясни мне Если ты не справляешься Зафер Не вмешивайся Послушай Мы с тобой в одной лодке Уясни себе это Зафер На самом деле Ты не вмешивайся Асье просто пришлось там остаться Так как Ильяс не хочет отдавать ребенка А дядя Джемшит ждет, пока Асье решит эту проблему Она не хочет, чтобы кто-то вмешивался Не лезь в это дело Ясно Я давным-давно купил это кресло И, наконец, этот день настал Ты-то говоришь Давным-давно Будто сыну уже 15 лет Кроме того, мимо голоден Он больше не ест такую еду Он ест обычный завтрак Ну как же Я сто раз спросил аптекаря Мне дали это питание Так как оно для 6-9-месячных Ты вообще ничего не знаешь Мы месяц назад сменили питание Я бы знал, если бы ты не бросила меня И не сбежала к Джемшиту Я бы не ушла, если бы ты не спутался с Елин Если бы ты поддержала меня И поступила по-человечески Мы бы вместе преодолели проблемы Но так как ты обожаешь сбегать Я потратил полжизни на твои поиски Если бы ты не лгал мне И не заставлял мучиться сомнениями То я бы не бросила тебя и свой дом Я Ильяс Я замужем Ты немедленно разведешься с этим типом Положи конец этому браку У тебя нет шансов быть с кем-то кроме меня Ты это прекрасно знаешь И как бы ты не лгала мне Твои губы Знают всю правду В чем дело Что с вами такое с утра пораньше Что тут было Осие Я уже ничего не буду говорить Никому нет дела Что у меня в моем-то возрасте давление У меня сердце Как так можно Осие, что случилось Осие, что с тобой Малыш, ты плачешь Идем Идем ко мне Ну почему ты плачешь Ну ты же уже не ребенок Ты уже взрослый парень Ты не маленький племяшка А ну-ка тише Тише, тише Ну все хорошо Перестань плакать Спасибо Мне пора Я должен идти Если заскучаешь, приходи Правда, это место превратилось в ад Спасибо за все Вы позаботились обо мне Нет, сынок Мы ничего не сделали Ну что ты, Тахир Мы друзья Можешь приходить, когда захочешь Ладно, до свидания Пока Увидимся Куда подевался Джимшит Ушел и не возвращается Надеюсь, ничего плохого не случится Зафер наговорил ему кучу неприятного Что, если тот разозлится И поедет к Ильясу Не говори так, тетя Не волнуйся Ничего не случится Господин Джимшит Зрелый человек Не бери в голову Тетя Марьяман Дай мне сегодня работу посложнее Я немного отвлекусь Если я не займу себя чем-нибудь Я слезами залью ресторан Сегодня ты будешь чистить рыбу Раз ты просишь трудную работу То идем Пошли Но только не до такой степени тяжелую Рыба вон там Только тебя не хватало Я пришел за женой Ах, Ильяс Не хватало, чтобы ты еще удерживал В доме чужих жен Асия, за тобой приехал муж Дай мне сына А ты поезжай куда хочешь Ильяс, хватит Мама, я не отдам собственными руками сына Чтобы его растил этот тип Но ты поступаешь противозаконно Асия, позволь я обращусь к силам правопорядка За то, что он делает, полагается уголовное наказание Я не хочу лишних конфликтов, Джим Шит Он и так сейчас очень нервный У него масса проблем в жизни Дай мне немного времени Я все улажу То есть ты решила остаться? Я не могу оставить сына Я боюсь напугать его, увозя со скандалом Я не хочу, чтобы он плакал еще больше Но почему ты не веришь мне? Я говорю, что все улажу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бедная Хелина Не плачь, сына Не расстраивайся так Она очнется, вот увидишь Она сильная женщина Не плачь Надеюсь Нельзя сразу думать о плохом Я уверен, что она обязательно оклемается Алло Здравствуй, мама Фатма Да, мы ждем Никаких изменений нет Нет-нет Так и лежит Хорошо Ильяс звонит Слушаю, Ильяс Омир Если ты не занят, заедь ко мне Домой, домой Я не могу выйти Есть кое-какие сложности Нет, я не занят, не занят Сейчас же приеду До встречи Я поехал Ильяс позвал Пока Ну давай, удачи тебе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я хочу от тебя только одного Поезжай и занимайся мотошколой И не впутывайся в дела кафе Даже имени моего не упоминаю мир Короче говоря, не попадайся мне на глаза Я пока не знаю, что буду делать Но как только я все взвешу Я наведу справедливый порядок И никто не останется безнаказанным На этом наши пути разойдутся Не волнуйся, голодным никто не останется Я учту твой вклад в это дело На этом все Мерзавец, ты заслуживаешь худшего Да кто ты такой, чтобы приказывать мне? Назвал меня к себе, чтобы высказать все это Ничего Как только Хелин поправится, она тебя выгонит Вот тогда посмотрим, как ты запоешь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джам, я не усидела дома от беспокойства и приехала Как Хелин? Все так же, мама Фатма Без изменений Суна, милая Как дела? Ждем, все так же Ах, моя бедняжка Моя несчастная Ладно Я рад, что мы договорились, зять Предоставь все мне Я понял Найден труп мужчины, 35 лет Хорошо одетого Обследование места преступления продолжается Прием Все понял, отбой Мужчина местный Мурат Топчу Мурат Топчу Где я слышал это имя? Мурат Топчу Мурат Топчу Прошу Спасибо Вот адрес Все, поехали Спасибо, Зафер Теперь я сам разберусь Вот черт Конечно же Это же отец Гюль Это он, Мурат Топчу Точно Это он Мурат Топчу Стойте Не шевелитесь Я сейчас бегаю за врачом Ильяс Поговорим тихо и спокойно Хорошо, пойдем Нет Поговорим здесь Тогда никто не сможет повысить голоса Ладно Я слушаю тебя Говори Ильяс Мы с тобой многое пережили У нас есть плохие и хорошие воспоминания У нас Была любовь Но теперь мы пошли абсолютно разными путями Между нами случилось то, чего уже невозможно исправить Поэтому Отдай мне сына и я уеду Не поступай так Мехмед еще слишком маленький Он нуждается во мне Ты знаешь об этом Он не сможет без меня Своими поступками ты причиняешь ему большой вред Пусть немного подрастет И мы наладим другой быт То есть ты во что бы то ни стало Хочешь вернуться к мужу Ильяс Речь сейчас идет о Мехмеде Давай решим эту проблему Не прибегая к конфликту Да, у тебя случились неприятности Эта женщина сделала из тебя дурака Ты разозлился, я понимаю Но не вымещай на нас это зло У тебя нет права нарушать наш покой Тогда я не буду мешать влюбленным Возвращайся к мужу Давай Если так хочется Заведите своих детей Потому что Мехмед Кималявжи останется здесь Ильяс, ты прекрасно знаешь Что я не отдам тебе его Тогда ступай и разведи с ним Снимем вам отдельный дом И живи там с сыном Или вы останетесь здесь Другого варианта нет Тише, маленький Засыпай, засыпай Что случилось? Где я? Вы кто? Я доктор Нидим Туран Вы в государственной больнице Бурсы Вы попали в аварию Я психиатр Госпожа Хелин Я сейчас задам вам пару вопросов Чтобы оценить ваше теперешнее состояние Вы можете сказать, какой сейчас год? А как вас зовут, можете сказать? Я не знаю И я не знаю, почему Я не знаю Хелин Хелин Она как-то странно смотрит Будто и не Хелин Сынок, она вернулась с того света Как ей смотреть? Но она смотрит так, будто не узнает Госпожа Суна Господин доктор Хелин страна смотрит, словно Она вас не узнает, госпожа Суна Что? Господин доктор Она потеряла память? Мы пока не ставим окончательного диагноза Психиатр скоро выяснит проблему Но сейчас похоже, что так С вами хочет поговорить врач Пожалуйста, идемте со мной, госпожа Суна Как ее давней подруге, вам нужно поделиться с психиатром Некоторыми сведениями Она не смогла выпутаться из проблем И нажала на сброс Нужно было создать копию данных Иначе лишишься всей информации Сынок, не говори глупостей Это авария Она ударилась головой При хорошем уходе она сразу же оклемается Эти врачи ничего не понимают Это нормально Мой муж умер Я переживала, убивалась А забыла прошлое? Нет, конечно Алло, Ильяс Случилось нечто невероятное Тебе лучше приехать сюда А что случилось, мама? Фелин вдруг встала? Она зовет тебя пройтись по магазинам? Нет, сынок Это не телефонный разговор Ты должен приехать и посмотреть Приезжай, Ильяс Прошу тебя Ты мне лучше скажи Хелин пришла в себя? Или не пришла? Пришла? Отлично Хорошо Я завтра пойду к адвокату Чтобы аннулировать брак И точка Хватит навязывать ее мне Алло Мама Мама, почему ты плачешь? Что-то произошло с Хелином? Мама Что случилось, Ильяс? С ней что-то плохое? Я не знаю Она вдруг сильно разрыдалась Позвони ей Ильяс Это ты, Ильяс Авджи? Зафер, в чем дело? Не вмешивайтесь, госпожа На вас поступила жалоба Я тебя задерживаю За нарушение решения суда Об опекунстве и удержании силой Осиятиш Вот так Ты что делаешь? Ты что, больной? Увидите его Зафер, что ты вытворяешь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok